Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции, которая проходит в рамках фестиваля «История малой Родины и истории Отечества». Я напоминаю, что в течение декабря мы посмотрим с вами 43 лекции из разных регионов страны, где наши победители Всероссийского конкурса краеведов расскажут о своем опыте работы с молодежью в области краеведения, поделятся своими практиками, своими инструментами в данной области. И сегодня мы с вами отправляемся в Астраханскую область для того, чтобы Любовь Николаевна Паратякова рассказала нам о своих методах работы с молодежью. Любовь Николаевна является учителем истории общества знаний лицея номер один имени Гужвина города Камызяк. Кроме этого, Любовь Николаевна является победителем Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Я уверена, что наш сегодняшний разговор будет очень интересным и полезным для наших зрителей, поэтому я с удовольствием приветствую Любовь Николаевна. Любовь Николаевна, здравствуйте. И готова передать вам слово. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, любители краеведения, сегодня я хочу рассказать о своем опыте работы по родословию и историческому краеведению. Я живу в селе Раздор Камызякского района Астраханской области. И в раздорской школе я проработала 21 год, и последние три года я работаю в городе Камызяк. Поэтому основная деятельность по краеведению, по родословию у меня связана именно с селом Раздор. И многих гостей районно удивляет название, почему так называется ваше село, что здесь все у вас ссорятся, такое название. Суть в другом, что село наше было основано, как мы уже потом выяснили, в ходе наших последних, в 1890 году, и основателями села были рыбаки. И сети они ставили, вот мы можем здесь увидеть, на реке, где она делилась на две части. Здесь часто происходил разрыб сетей, раздир, как тогда говорили. Ну и так впоследствии одна буква была заменена на другую, и получилось название Раздор. Видите, что у нас прорастает и лотос даже на реке, на берегу реки Черная. Особенно мне нравится в своей деятельности заниматься родословием и историческим краеведением. Любовь к этим занятиям, я считаю, мне привели еще в семье мои родители. Поскольку в семье всегда бережно относились к преданиям семейным, хранились фотографии, документы времен Великой Отечественной войны, фотографии начала XX века. Поэтому мне всегда было интересно заниматься историей своей семьи и краеведением. Также большое влияние на мою деятельность оказал астраханский писатель. Это Василий Геннадий Павлович, к сожалению, его сейчас с нами уже нет. Он написал много книг, в том числе посвященных селу Раздор, так как он выходит с нашего села. Он-то и мне посоветовал впоследствии, как можно работать в архиве Государственной Астраханской области и как можно и с детьми заниматься в читальном зале нашего архива. И, конечно же, хотелось бы сказать слова благодарности моему классному руководителю, учителю истории Камешу и Мариам Нуртышине, которая вообще мне привела любовь к истории Отечества. Вот непосредственно родословием, генеалогией я стала заниматься в 2007 году, когда мне на глаза попалась электронная программа по составлению родословных деревьев. Это древо жизни. Особенность ее заключается в том, что таблица здесь строится в смешанном порядке. Есть древо, которое строится в восходящем-нисходящем порядке, но здесь и есть элементы нисходящего-восходящего, так как вверху таблицы оказываются ныне живущие персоны и ветвится оно вниз к нашим предкам. К генеалогическому поиску удалось привлечь не только мою семью, но и учеников. Их заинтересовала эта работа, тем более, что многих здесь родственники проживают. И первоначально, когда я занималась, они уже видели там своих родственников и приносили мне свои маленькие веточки, ходили по своим бабушкам, дедушкам, записывали, что они помнили. И так каждый вносил вклад в наше общее дело. Опрашивали также родственников в соцсетях. Там находили своих родственников по фамилии, задавали вопросы и выясняли их родство, принадлежность и к селу, и к нашему древу строящемуся. Совершали поездки в села Астраханской губернии. Некоторые села сейчас принадлежат Волгоградской области, но ранее входили в Астраханскую губернию. Например, села Райгород. С целью сбора, опять же, метрических материалов расспрашивали сторожи села. Также мы исследовали мемориалы с целью сбора метрических материалов, поскольку не всегда люди помнят точные даты рождения, смерти своих родственников. А здесь мы находили такие точные сведения. Конечно, иногда это жители удивляло, что мы делаем на кладбищах коллективно, но потом они нас поддерживали, помогали. Ну, конечно, память людская, не безграничная. И наши исследования остановились на конце XIX века. Древо в основном шире разрасталось, поэтому нам необходимо было обратиться в архив Астраханской области. Здесь как раз и помог нам Василий Геннадий Павлович. Мы совершали экскурсии с ребятами в архив, работники проводили нас и в хранилище, очень было интересно детям, в читальный зал, рассказывали, как нужно работать. И вот несколько самых активных учеников работали непосредственно в читальном зале с делами. И, конечно, здесь пошел новый виток исследований, причем не только метрического плана. Были найдены ключевые события истории населенных пунктов. Здесь мы нашли дату основания села Раздор, 1890 года, основания церкви 14 октября 1905 года, школы 25 ноября 1905 года. Этот год у нас юбилейный для села, это 130 лет селу, 115 лет церкви и школе. Мы размещали найденные сведения в различных соцсетях, чтобы выходцы с нашего села, земляки, могли узнавать информацию. Они об этом читали и присылали нам свои сведения. Вот так внучка Терехова Андрея Викторовича прислала нам данные ее деда, мемуары Терехова Андрея Викторовича, который сюда приехал ребенком вместе со своим отчимом. И он записывал все события, которые происходили в селе в момент основания. Было очень ценное сведение для нас. Также мы выяснили в ходе данного исследования, что основали всего выходцы из села Пришип, Янатаевского уезда. Это всего и до сих пор существует. И даже постройка домов, фасад домов, они очень похожи с фасадом домов в селе Пришип. Последствия также побывали в этом селе, побывали в школе, и местные жители даже не подозревали, что их земляки основали село Раздор. С этим селом также связана еще одна интересная история. Когда наши предки основали село в дельте реки Волга, не было церкви первоначально. Люди были набожные, нужен был храм, где можно было помолиться. А в это время в их родном селе Пришип была построена новая церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы, каменная. А старая деревянная оказалась ненужной. И они выпросили у своих родственников из села Пришип эту церковь и перевезли ее сюда, в Раздор. Она была пластинной, ее разбирали, на плотах перевозили. Но расстояние между селами более 300 километров. Понятно, какие были трудности, но тем не менее, эта церковь была установлена на самом высоком месте в селе Раздор. Самая старинная запись, которая нами была обнаружена, это в 1796 году. И когда мы ее обнаружили и подтвердили здесь родство по одной из линий, конечно, мы очень были этим довольны. И то, что здесь запись сделана рукой прадедов, это тоже, конечно, приносит большое удовлетворение. Впоследствии, конечно, работать по сбору метрических данных стало легче. Но когда мы начинали, в 2007 году не было таких средств. Мы ездили в архив, конечно, это далеко и по времени затратно. А вот сейчас, к счастью, наш государственный архив в Астраханской области создал портал «Твоя родословная» и многие метрические книги. Также газета «Астраханские епархиальные ведомости» оциклованы и выложены на этот сайт. И каждый желающий может из своего дома зайти на этот портал и найти метрические сведения своих родственников, если они раньше проживали на территории Астраханской губернии. Также я привожу здесь сведения, какими порталами мы впоследствии пользовались и сейчас. Это «Твоя родословная», «Поиск герой Великой войны» 1914-1918 годов, сайт «Мое наследие», на котором также выкладывали часть своего древа, на который может зайти любой пользователь и, возможно, даже найти своих родственников. Также сайты, посвященные участию Великой Отечественной войны, войне наших солдат. И в соцсетях можно вчеркнуть много информации генеалогического плана. Это в Фейсбуке, видите, на каких сайтах можно найти много полезной информации. И люди охотно делятся здесь. Наше древо постепенно разрасталось, было упивши. Пока в школе у нас не появился методист развития образования, и была удивлена проделанной работой, предложила нам участвовать в проекте «Я гражданин России». Мы согласились, заинтересовались и стали работать над проектом. Мне помогали мои коллеги, это Травькина Ольга Николаевна и Конникова Виктория Федоровна. И активные ученики школы, старшеклассники, конечно, их было намного больше, но те, кто представлял впоследствии проект, так как по условиям этого конкурса, должны быть не более шести человек, видите, этих активных ребят. Это все наши авторы проекта. Мы составили бюджет проекта. У нас на распечатку нашего древа ушло 9 тысяч, но мы посчитали, что это все равно экономно было, так как рыночная стоимость такого древа на тот момент составляла более 55 тысяч рублей. Деньги нам выделила администрация школы, нам выписали премию, и мы на эту премию распечатали наше древо. В ходе исследования мы выяснили, кто же из учителей входит в наше родословное древо, преподающийся Леораздор, а также учеников. И здесь вы видите, как шел процесс изготовления древа. В результате у нас получилось древо на 18 метров в длину. Краткая статистика древа. Количество листов фотобумаги, затраченных на печать, 273. Мы печатали 9 часов непрерывно с вечера и до утра. Два дня мы его склеивали и распечатали на 13 поколений 1556 персон. На данный момент, конечно, древо увеличилось в электронном формате. Насчитывается 4165 человек в данном древе. Ученики представили успешно свой проект по созданию родословного древа на конкурсе «Я гражданин России». Заняли второе место. Конечно, очень ценно было, что наши земляки и выходцы с села Раздор оценили нашу работу. Они очень были довольны, поскольку сами приложили усилия к его созданию. Отзывы были очень теплыми. Сторожи из села были довольны такой работой. Участники проекта также остались удовлетворены своей проделанной работой. Они больше узнали родственников, что у них так много в селе и в Астраханской области за ее пределами. Итоги составления древа оказались следующими. Древо распечатано и хранится в школьном музее. Но работа, естественно, над ним еще продолжается. Древо размещено в сети. Его можно увидеть на портале «Портфолио». Также на сайте генеологических исследований были найдены ранее неизвестные сведения о первых учителях, священнослужителях Покровской церкви. В ходе исследований были написаны две научно-исследовательские работы. Разночинка Липовой дали на жизнь длиной в 37 лет и раздор начинался в Пришеве. Они также опубликованы на сайте «Портфолио». Составлены исторические справки о ряде населенных пунктов Астраханской губернии. Что ценно было доказано кровное родство основателей села Поротиковых. Когда я стала жить в этом селе, хотя у меня отец родом из этого села, я услышала от жителей, что Поротиковы не родственники здесь. Много семей проживает, что однопамильцы. И оно не может быть в таком небольшом населенном пункте, чтобы были все однопамильцы. И в результате мы с ребятами на основе архивных данных доказали, что все Поротиковы проживающие здесь родственники. И выделили трех братьев, от которых и пошли все эти ветви. Зиновий, Григорий и Яков. Конечно, жители села этим были довольны, что они все родственники друг к другу. Напечатаны были статьи о героях наших исследований. Не только в Астраханской области, но и за пределами. Состоялась поездка в Липовую долину, место гибели одного из героев нашего исследования. Очень важно, что появилась небольшая летопись села, которую можете прочитать каждый, прикоснуться к своей истории. Найдены ключевые даты в истории села. Видите статью, которая была опубликована в местной газете. О нашим древе. И поездка, которая состоялась вскоре, так как был приглашен автор исследовательской работы с руководителем на юбилей освобождения Липовой долины от фашистов, где и погиб Гамбур Василий Иванович. Мы приняли участие в классных часах, в экскурсиях в музее школы, на митинги. Нам была предоставлена возможность выступить и рассказать о нашем землянике. Впоследствии ребята делились своим опытом на ведении Туристко-Крыльевического движения Отечества, как они составляли древо. Их также приглашали в качестве экспертов на последующие конкурсы «Я гражданин России». Я проводила уроки на областном уровне по составлению родословных, в том числе казачьих родословных, где демонстрировали наше древо. Люди всегда удивлялись. Они думали, что это родословное древо всей Астраханской области. Также проводила классные часы по составлению родословных. Ребята демонстрировали свое древо в рамках всероссийских конкурсов. Представляли его на конкурсе Отечества в Москве, на слете туристов-краеведов в Ярославле. На конкурсе «Моя малая родина» в ДНХ. Также проводили экскурсии и участвовали в конкурсе экскурсоводов, где заняли также первое место. Многие ребята были воодушевлены работой своих одноклассников и составляли свои небольшие древа. Также мы сотрудничали с местной администрацией. После того, как была найдена дата основания села, мы совместно с ними проводили дни села. В 2012 году в ходе наших генеалогических исследований было накоплено много материала. Мы его размещали в школьном музее, но, к сожалению, музей находился в ветхом состоянии. Экспонаты располагались на партах ученических. Конечно, нам хотелось, чтобы они хранились в лучших условиях. Мы решили попытать счастье и подать заявку на участие в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива» под эгидой РПЦ. В итоге мы этот грант выиграли и получили 180 тысяч на реализацию нашего проекта. Проект получил название «Сохранить от забвения». Мы поставили перед собой цель сохранение исторической памяти о церкви, приходском духовенстве, первых учителях села Раздора Астраханской губернии, их вкладе в духовное и нравственное развитие общества. Основными задачами проекта стали размещение сведений об истории села, храма, общение жизни села на различных сайтах. Мы хотели создать экспозиции, школьный музей, посвященный ключевым событиям села, о оформлению тематических стендов. И мы хотели установить мемориальную доску с информацией об основании школы и первых учителях раздорского прихода на здании школы, на посаде школы. Началась реализация проекта силами семей, учеников, учителей проводили ремонт школьного музея. Ребята помогали создавать макеты витрин, потом мы их заказывали, находили производителей, нам заказали то, что мы хотели, изготовили то, что мы планировали, привезли, дети все это сами переносили. В результате мы их установили. Видите, вот данные витрины современные в школьном музее, где мы расположили наши экспонаты. Также составляли макеты, но вместе с детьми, по ключевым событиям нашего села, тематические стенды. И также их заказывали. Фотографии отвозили, теоретический материал. В результате у нас получилось пять тематических стендов, посвященных основанию села, основанию церкви, школы, также жителям нашего села, работникам тыла и участникам Великой Отечественной войны. И про градообразующие предприятия нашего села, совхоз юбилейный. Один из стендов был посвящен ему. Мемориальная доска также была установлена на посаде школы. Нам удалось разместить ключевые события села и дату основания школы. И мы выяснили, на чьи средства была построена наша школа. Это Носков Иван Васильевич, рабопромышленник. Имя первого директора было нанесено на данную доску, Щетина Григория Ивановича. И первого закона учителя Михаила Началова. Ребята в ходе реализации проекта побывали на молодежной смене Селес в 2012 году, православной смене. И также рассказывали про свой проект. Некоторые идеи по реализации проекта они принесли именно оттуда. Также была написана работа в ходе данного проекта об истории храма Раздорского и роли духовенства в жизни села. По итогам проекта мы издали календари, которые были в результате подарены всем участникам проекта, гостям школы при открытии музея. Был изготовлен баннер с ключевыми событиями нашего проекта, который можно считать методическим пособием по проектированию. По условиям проекта должен быть координатор от РПЦ. Мы попросили стать им архимандрита Сергия Стурова. На тот момент он был настоятелем питерского храма. Он любезно согласился, очень помогал нам своими советами и делами. Он приехал из Питера на завершение нашего проекта в кануне Дня Учителя 4 октября 2013 года. Осветил мемориальную доску в школьный музей. И на протяжении ряда лет он продолжал общение со школьниками, приезжал, проводил беседы, лекции. Всех учеников он одарил дневниками, которые очень нравились ученикам. Также в это время он занимался активной деятельностью в своем храме. им был установлен памятник около своего храма воскресения Христово Варшавского вокзала Николая II и его супруге Александре Федоровне, куда он пригласил руководителя проекта меня на открытие данного памятника. Также всем гостям этого мероприятия были подарены такие медальоны памятные об открытии памятника Николаю II. Ребята, в свою очередь, рассказывали о своей проектной деятельности на муниципальном молодежном форуме от идеи до реализации. также они побывали в финале конкурса по историко-церковному краеведению в Москве и заняли здесь второе место. В свою очередь, я данную разработку как руководитель проекта представила на конкурс всероссийский за нравственный подвиг учителя и стала победителем регионального и межрегионального этапа. Астраханская епархия наградила меня за эту победу поездкой на Святую Землю, что, конечно, это неоценимо было для учителя побывать на Святой Земле. Огромное им спасибо за это. Ребята у нас продолжили участвовать в конкурсах, связанных с историко-церковным краеведением и в последующие годы. занимались историей храма и выясняли биографии всех священников, которые работали в данном храме, служили и писали о них работ. Связывались с их родственниками, родственники предоставляли информацию ценную. В нашем регионе проводятся Астраханские епархии андрейские чтения, мы также принимаем в них участие. Олимпиада по основам православной культуры, в ней затрагивается не только основа православия, но и подвиги нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы в этой Олимпиаде принимаем участие с 2012 года. Ученики не только Раздорской школы и лицея, где сейчас работаю в Камазяке, но и других школ Камазякского района Астраханской области. Также я опубликовала несколько работ по историческому историко-церковному краеведению. Мы продолжаем заниматься экскурсионной деятельностью и мои ученики в Раздорской школе продолжают заниматься этой деятельностью и в Камазякском лицее есть также музей боевой славы, где ребята под моим руководством проводят экскурсии. Мы сотрудничаем с организациями области, в том числе с краеведческим музеем, где ребят принимают участие в круглых столах по краеведческим темам. За это время работы школьники опубликовали свои исследования о Великой Отечественной войне в сборниках, посвященных юбилейным датам, на всевозможных порталах, посвященных героям Великой Отечественной войны. Это и Бессмертный полк, и защитники Отечества, и также других. Кружковцы ухаживают за могилами участников Великой Отечественной войны, первого директора школы села Раздор, принимают участие в различных акциях. Наш труд можно считать и поисковым, поэтому наши дети принимают участие в конкурсах поисковиков, поиск, находки, открытия. С прошлого года наши ученики были награждены поездкой в смену, профильную смену в Орленке. В этом году тоже должна была стоять поездка двух учениц, но в связи сложившейся ситуации не удалось это сделать. И буквально на днях произошло награждение в региональном отделении поискового движения. Наградили одну из учениц, которая на второе место в российском конкурсе. Сейчас переименовывается по-другому, нам доверена память. Конечно, мы принимаем активное участие в конкурсе, который организует Российское историческое общество. Это конкурс «История России в стихах», конкурс исследовательских работ учеников. И одна из учениц достигла высоких результатов прошлый год, это Маденова Самира, которая написала работу «Победное знамя над Берлинской ратушей», подруженная Кинжибаем Маденовым, и заняла третье место. Фонд «История Отечества», Российское историческое общество наградили ученицу и руководителя поездкой в Москву и в САТУ, где произошло награждение. Работа у нас продолжается в данном направлении. Конечно, не так активно, как ранее, в связи с сложившейся ситуацией, но тем не менее, мы стараемся продолжать начатое дело. на этом заканчиваю представление своего опыта. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ревах Николаевна, за интереснейший рассказ, за работу, которую вы делаете со своими учениками. И в первую очередь, наверное, вопрос, который хотелось бы задать. Ваша работа длится уже достаточно долго. В 2007, насколько я поняла, началась работа над генеалогическим древом вашего села. И мы понимаем, что век школьника, он недолгий именно в школе, в данной работе. И мы видим, как на фотографиях сменяются лица, появляются новые ребята, которые присоединяются к проекту. Расскажите, как происходит это пополнение проекта новыми лицами, как ребята приходят в проект, предлагается ли им самим такая работа, или они сами приходят к вам с просьбой. Очень интересно было бы узнать. Работа моя неклассная, она проводится в основном в кружке поиск. И вот я взаимодействую со школой, которая работала три года назад, кружок поиска. Дети еще учатся, они старшеклассники сейчас. И в новой школе также кружок называется у меня поиск, название туда же перевела. И такую практику провожу, что в этот кружок ходят дети разных возрастов, начиная с четвертого класса и заканчивая одиннадцатым. И таким образом передаются традиции. Сперва маленькие ребята смотрят, как проводят экскурсии взрослые дети, как они пишут работы исследовательские, сами пытаются делать работы. Конечно, они, сперва, бывают небольшие, но они перенимают у них опыт. Таким образом, старшеклассники передают опыт младшим своим товарищам. И они потом впоследствии проводят экскурсии самостоятельно. Такая у нас практика. Да, ну, главное, что работа не прекращается. Работа не прекращается. Да, это самое главное. Вот, и все-таки, наверное, не могу не затронуть вопрос, который также тема прозвучала и в вашей лекции. Нынешний год он внес свои изменения в работу не только краеведов, не только педагогов, но и всей страны, наверное, всего мира. Как отразилось все-таки на работе вашей вот эти ограничения и, может быть, появились дополнительные инструменты по работе с вашими учениками по работе кружка. Расскажите, пожалуйста, о них, я думаю, тоже будет полезным. Вот, наш регион обучается в очном формате, поэтому с детьми мы видимся каждый день. Конечно, сейчас наложила то, что мы работаем в две смены и проблемы с кабинетами сейчас, потому что они заняты бывают постоянно двусменной работой, но, тем не менее, мы находим время встречаться и больше перешла работа уже такой электронный формат в онлайн даже. Конкурсы, конечно, продали их очень много исторических и по краеведению, и мы отсылаем свои работы уже в электронном формате, и защита также будет происходить и происходит в онлайн. Дети создают видеоролики, вот сейчас буквально мы также участвуем в проекте международном, память о Второй мировой войне в разных странах, глазами молодежи. И вот ученики, ряд учеников моей школы записали свои видеообращения, записали, как помнят, в их семьях, о их прадедах, дедах, которые участвовали в войне, и это, конечно, очень хорошо, что они проводят такую работу, потому что такая тенденция сейчас идет в мире, что принижение роли нашей страны Великой Победе, и мне очень неприятно и обидно то, что уже Великая Отечественная война, термин фактически не фигурирует даже на постсоветском пространстве и в странах соцлагеря, в основном говорят Вторая мировая война, а вот наши дети снимают ролики и говорят все-таки Великая Отечественная война, что мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне, это очень приятно, что дети это помнят. Да, и в любом случае такая работа, она остается уже на века, пусть в цифровом формате, уже сохраняется эта память, тоже очень важно. Любовь Николаевна, хотела бы выразить огромную благодарность и за время, которое вы выделили нам сегодня для нашего разговора, в этот воскресный день, и, конечно, за вашу работу, которая проводится уже так долго и так тщательно, это очень важно как для учителей, как для учеников, так и для наших ветеранов, для людей, которые помнят это время и для жителей вашего села. Я уверена, что для них работа в области родословной, создание родословной очень важна, и ваша работа связана с историей Великой Отечественной войны. важно сохранять эту память, и мы очень благодарны, что такая работа проводится у нас повсеместно. Я уверена, что ваш опыт можно будет перенять и переложить на другие регионы, и наши сегодняшние зрители обязательно это сделают. Еще раз большое спасибо, до скорых встреч и до свидания. Спасибо вам большое, что представляете такую возможность поделиться опытом, и мы сами учимся, просматривая лекции коллег. Спасибо вам большое. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok